Девушки отдыхают Молодцы, вы классные Я вам одну лепесточку могу отдать Вот эта чайхана прекрасная Приходите в нее Ах, мамушка, на саночках Каталась я не стен Ах, зачем Сереженька Села под березоньку Ах, мамушка, зачем Это нам Ребята, я заработала 200 рублей И мы сможем сегодня накормить нашу команду Всех нету, уже 5 часов Мне кажется, они не придут Через 3, 2 Ребята Здравствуйте, девчонки Смотрите, что у нас Задание выполнено К ужину Нам тяжело реально устроиться на работу Даже на черную С Катюхой можно идти зарабатывать Да мы работу ищем Мы хотим вам помочь Что-нибудь помочь Надо? Собаки Собаки, дебил Собаки Быстро, быстро валим Быстро Я обувь нашел Максу Катя Я обувь Максу нашел Вот смотри Макс Брат, я тебе обувь нашел Да, ты же хотел обувь Ты, ***, другие дороги Макс, красава Мурка Раиса Климова Прости, любимого Никого О, подать отцу сколько может Спасибо большое Спасибо большое Что он сделал? Он прокачивается, ребят Макс, мы официально прокачаны, да? Да На сегодняшний день У меня пригорел лучок здесь Куда? Кто не хочет попробовать Мое суперблюдо? Он может Зарабатывать бабки Ни на чем Понятный Изольда Кат Случайностей не бывает Очень много между нами Происходит всяких трений Недомолвок Противоречий друг с другом Хоть мы родственники Но все разные Но тем не менее Когда мы становимся едины И вместе У нас все получается Мы с вами идем к одной цели Когда мы получим Это наше наследство Мы обязательно его Разделим на всех Если мы будем прислушаться Друг другу Мы дойдем до конца Один за всех Все за одного Да Мы решили совместить Флешмоб И концерт Ко дню материнка Нам нужны Футболки с логотипом Гитара Колонка Карты Тара Телефон Уже на сайте Идет сбор средств Выйдет наследникам Да Необходимый реквизит Для презентации А может мы создадим Какой-нибудь фонд Какой фонд? Фонд, например Самый активный пользователь Будет поощрен Какой-нибудь Не знаю Путевкой Куда? В санаторе? В пансионат В пансионат Красная березка Каждый человек Может быть Участником Нашего реалити-шоу Позволь себе Больше чем игра Выйти за рамки Своей реальности Играй с живыми людьми Давай, внучара! Зажигай! Выбирай героя Прокачай его! Прокачай нас Прокачай его! Выбирай одежду Дай ему простое Сложное Провокационное Или задание Со своим участием Весь мир у нас в руках Мы звезды континента Разбили их в пух и прах Проклятых конкурентов Ну, приятного аппетита! Давайте, ребята! Родственнички! Слушайте, получается, это как глава семьи У них, видите, какие красивые тарелки А мы как дети Вонючие какие-то Добрый день! Присоединяйтесь к нам, Милана! Ну, вот теперь-то, наконец, вся семья в сборе! Мы научились ценить каждую мелочь Радоваться мелочам! Я чувствую себя счастливым человеком И я думаю, что мы супер уникальная семья Которая есть возможность Во-первых, быть постоянно вместе Во-вторых, заниматься Каким-то общим делом И в-третьих Это же супер-охранительное Охрененное реалити-шоу Танчик! Скажи, как, Лия? Лия, как? Поехали! Делаем танец! Давайте, вот так вот Ваш придет Ваш придет Ваш придет Вместе начнем делать Ну, давайте полиентируем Он нам поможет Вась Васи! Вась Васи! Вась Васи! Ваас Васи! Что звала-то? чтобы чуть-чуть одинаково друг за другом повторяем и все да я просто тут стих сочиняю для мамы понимаешь ладно пойдем быстренько быстренько станцуем отстреляемся и все понимаешь ну конечно это же надо время вдруг я не успею сочинить это и все ребята давайте танцуем и будем готовить концерт ко дню мать и самое главное задание подготовиться сейчас танец танцуем и потом сочиняем программ он называется танец дуряко и все юр давай битоз подождите мы же в красивый позу мы вставали в самую красивую позу да в самую красивую позу тра-та-та-та-та куда бы мне влиться то потом восьмерочка пошла итак сейчас все по очереди и поехали у каждого свое движение давайте каждый любимый джаз либо вот здесь можем все встать и делать какие-то синхронные да движения итак теперь безумный макс а давайте давайте ассинхронные какие движения вот такие вот такие да вот так вот как восьмытки все хорошо да оп 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 а теперь я Мы твои движения повторяем? Вы мои движения! Давай! О, класс! Привет! А мы продолжаем! Моем окно! Закажем движения повторять! Да, давайте за каждым движения повторять! Вверх! Вверх! И Катерина, и я пошла со своим любимым движением в пол! И теперь в конце. На-на-ри-на-ри-о! 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 Хорошо. И обратно в красивые позы. Все. Дуряко выступала. Так, давайте, как еще раз? Повторим, да? Так, давайте, значит, танец с самого начала, да? Красивая поза! Давайте, вставайте, слушайте позы. Ребят, сейчас у нас, значит, была репетиция. Мы отрепетировали наше задание, которое нам прислали уже давным-давно. И сейчас мы хотим выполнить наше задание, наш танец с нашим логотипом. Вот эта восьмочка, это наш логотип. В логотиповских футболках все нормально. Ладно, значит, выполним задание, танец для нашего заказчика. Вставайте, красивые позы. Все встали. Красивые позы. Вставайте, тынь, красивые позы. Вставайте, тынь, красивые позы. Просто давайте начинали, и все, и до конца идет. Давай, бит, 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 бит. Давай, бит. Три, два, один, поехали. Бит. О, да. Бит. 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 Давай, salut, танцуй. Да, пожалуйста, повторяем. Макс пошел. Безумный Макс, безумный Макс. Безумный Макс. Безумный Макс, безумный Макс, танцуй, танец крабика. Да, маленький крабик. Танец крабика, танец крабика, танец крабика. И в другую сторону я ухожу. Поехали. И теперь танцует. И за нами пошли. Танец крабика, танец крабика. Это было очень круто. Это было очень круто. Это было очень круто. А этот танец мы завтра покажем? Нет. Давай. Можем показать? Все, мы сделали. Танец хороший. Агусте, мы можем его показать? Конечно. Концертный номер. Ребята, давайте все вместе скажем спасибо Милане за вкус. Милане, спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Слушайте, а может еще раз специально для Миланы покажем? Давайте встать раз. Я так соскучился по пюре. Давайте вкусно. Ребята, смотрите, у меня озвучу свое предложение насчет завтрашнего концерта. Смотрите, я бы хотел завтра начать с того, что я представлю наш проект просто со своими словами. Я сделаю нормально. Я каждого вначале представлю, допустим, даже по образам. Но это будет быстро. И буду как конф... Да. А мы можем сделать как будто мы выключены? Да. Да. А почему именно ты должен представлять проект? А что, почему? Играем в мафию. Садись. Садись, Вась Васич, садись. Ну садись. Ну садись ты. Давайте играем в мафию. Ну давай. Садись, садись, садись. И так, Вась Васич, почему именно вы представлять должны мафию? Потому что я считаю, что я это сделаю хорошо. Круто. Вот такие утверждения от Вась Васича. Вась Васич... А давайте знаете как? Да. Смотрите, у нас же будет много еще выездных заданий. Например, в этот раз будет Вась Васич. В следующий раз будет, например, Лея. Потом Каця. Потом Юрец. Потом Ксю. Давай. Идеально вообще. Согласен. Я голосую за Вась Васича. Давайте. Вась Васича. Я думаю, что я также буду еще конферансье этим, ну знаете, ведущим. Это будет на самом деле ничего сложного здесь нет. Мы сейчас каждый определим для себя свой номер. Допустим, их может быть пять. Вот с танцем шесть. Ну да. Допустим, да? У меня стих. Юрец... Есть какие-нибудь предложения свои? Что-нибудь? Есть песни, конечно, про маму, но у нас нет гитары. Ну, стих написать тоже, в принципе, можно. Но два стиха это странно. Да, можно написать общий стих один. Но тоже это странно. Песню про маму, а как петь-то ее? Слушай, подожди, была отличная идея у тебя. Простите, перебью. Придумать легкий юмористический стендап, вот ты говорил. Ну... Буквально там какие-то... Этим я не славлюсь, но я это попробую сделать. Но это под вопросом. Ну, то есть... Это под вопросом. Ну, хорошо. А что можешь вот точно допол... Слушай, а может быть какой-нибудь просто... Какой-нибудь рыбачок без бита, без ничего. Просто рыбачок... А если вы мне дадите бит, я могу трекбасты зачитать, мама. Ты с удовольствием дала тебе бит. Блин, никто кроме тебя не умеет. Ну... Я умею делать... Просто хлопки. И все. Ну вот так, да. Если мы выдержим это, будет прикольно. Давайте просто порепетируем. А что надо делать? Я могу... Стих-то тоже в принципе... Стих-то написать можно. Ну... Просто зачем? Хорошо, хорошо. Смотри. Я напишу стих. А потом, допустим, пойдет после... А что первое? Это еще вопрос мой. Ребят, где мы будем это делать? Еще не понятно. Не важно, где мы это будем делать. Сейчас мы составим все, что... Просто я пишу. Все, что у нас есть. А потом мы распределим, за чем следует. Последовательность потом разберем. Слышите? Да. Да, да, да. А может быть мы с тобой споем песню? Какую? Про маму. Может мама придет? Нет. Слушай, офигенная идея. Эту песню тоже. И так не бывает. Мама, свет. Приглуши в гостиной свет. Мама, посиди в тишине. Слов не нужно ни мне, ни тебе. Что там? Мама! Офигенная песня. Был бы минус. А, это про Газман? Да, да. Нет. Нет. А может нам сделать просто музыкальная панта? Она вообще песня заграничная. Русская. Я так думаю, надо срочно все еще восстанавливать. Нет, нахуй парень. Ну вот, допустим, у Вас есть стих. Я не помню. Это Gmail. Ну, короче, вообще тут же. Как ты будешь ввести? Ты просто будешь объявлять номера? Танец Марса. Нет. Он представит, да. Я представлю, да. Немножко расскажу о проекте. Потом, допустим, свой номер я сделаю. Вторым, а первым будет тот, кто мы определим. И я буду подводить каждого. Когда я буду знать, что будет делать, я его буду подводить. Подводку сделает, Васич. Да, все нормально. Сегодня мы просто зашли, где были люди. Нам не надо было их собирать. Что, если завтра мы попадем в место, где надо будет собирать людей? Как нам их привести? Было сложно сегодня нам привести людей. Во-первых, их там было мало. А во-вторых, как их собирать в одной точке? Если это, не дай бог, где-нибудь будет на улице или еще непонятно где. Понятно, что это можно простроить? Угу, красиво. Ребят, давайте сейчас сначала программу продумаем, а потом уже это все разберемся с этим. Ну да, не проблема. Главное, чтобы была программа. Публику всегда найдем. Слушайте, а где мы вообще, может подумаем, где мы это сделаем? Вы знаете, я вот подумала почему-то про Воробьевы горы. Ой, я почему-то тоже вдруг резко про них подумала. Да? Я про Парк Горького. Ой, я почему-то резко подумала все-таки про Парк Горького. Про Парк Горького. Да. Парк Горького. Парк Горького. Парк Горького. Парк Горького. Я думаю, у кого завтра телефон, я могу позвонить и мне привезут гитару. А ты можешь позвонить и тебе привезут много народу еще? Нет, а ты знаешь, классно мы будем договариваться с какими-нибудь ресторанчиками. Ресторанчики. А вообще можно... Ребят, завтра в День матери будет народу много везде. В Парке Горького Центра Москвы всегда много народу. Мы можем поехать в Мегу. В Мегу это... Парк Горького, это хорошая тема. Будет холодно, но… Да. Важно, мы там ненадолго, на 30 минут у нас. Там люди всегда ходят. Да, и там всегда красиво. Мне кажется, тем более у нас завтра будут еще флайеры. Жалко, шариков не будет. А флайеры будут. И мы будем раздавать людям листовки заодно. И сделаем маленький, просто чисто от души бесплатный концерт. Почему нет? Ну да. Каждый захочет послушать. Мы раздадим флайера и все. А потом откроем флешмон, позвоните своим матерям. Не только стих, надо давайте еще что-то думать. Что еще можно? Давайте мы споем песню. Так, какую? Подождите, скажите, девочки, вы текст песни хорошо знаете? Да. Мы узнаем. Попросим сейчас наших смотрителей, чтобы они нам прислали текст. И кто же из Ольдукас попросим, что текст не даст? Ирину Петрову лучше попросить. Или из Ольдукас. Ну дадут текст кто-нибудь. Все, а что за песня? Какую-нибудь про маму. Про маму, песню хорошую, песню про маму. Гасманова? Или Диану Гурцкую, вот эту про маму. Ну это не про маму, там про любовь больше и что-то такое. Мама! В общем, напиши наша песня. Мама, да. Ксю, будешь с нами петь песню, которую мы еще не знаем? Конечно, я очень хорошо пою. Вот. То есть вторым номером, пока не выученная песня. Это не вторым номером, это просто. Да, да. Просто из Бразилии. Потом танец Макса. А ты стих сможешь выучить до завтра? Ну, напишется. Я пишу ее номер, прочитаю на это. Танец Макса, да, в школе. Танец Макса, да, пишу? Да, Макс, ты станциюешь? В принципе, на крайняк, если не успеете выучить, можем там как-то это. Хотя, конечно, лучше выучить все. Я на ладошках писала. А я могу еще вот такую песню спеть, веселую, ребят, за которую я 200 рублей, 200 рублей за которые вчера получила. Ах, мамочка, на саночках каталась я не всем. Ах, зачем Сереженька села под березоньку? Ах, мамочка, зачем? Шила платье белое и завитку делала. От любви кружилась голова. А подружка Зиночка перешла трофейночку. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не всем. Можно я отвечу? Угадай фильм. Можно мне ответить? Конечно, можно, Вася. Смотрите. Смотрите. Угадайте фильм, задание нам пришло. Я скажу. Я сейчас просто. Можно я скажу? Нам пришло задание. Угадайте фильм. И сейчас Васич будет отвечать. Теперь можно, Васич. Ну ты же не концерт ведешь. Я объясняю смотрителям. Они же любят вас. Это реально было смешно. Уважаемые смотрители, этот фильм называется 7. Этот фильм снят был в 94-м году. Это одна из первых, ну не так скажем первых, а одна из лучших ролей Брэда Питта. Он тогда был, я бы даже больше скажу. Это роль, которая сделала его известным. Ну нет, по большому счету он был. Но на самом деле этот человек после этого фильма стал известен на весь Голливуд. Ну то есть она сделала его известным. Также в этом фильме снимается великолепнейший актер Морган Фриман, которого вы можете знать по разным фильмам. Такие как Иллюзия обмана, такие как Особое мнение. И посередине человека, которого зовут Кевин Спейси, именно этот фильм тоже сделал его известным. Там он играет маньяка. Фильм очень жуткий по большому счету. И он про 7 смертных грехов. Ну в целом про 7 смертных грехов. Но фильм про то, по сути, фильм про то, что у каждого свой враг. У каждого есть свое зло. И если по сути считать, что я не знаю почему, но у нас здесь сейчас вообще 7 человек. Я не знаю почему, от кого это пришло, от Изольды Кац или от кого-то еще, но по-моему это какой-то намек. Так, что у тебя чревоугодие? Что у меня чревоугодие. Да? Да. А знаешь, что у тебя? Ну-ка, свой грех назови. Назови свой грех. Гордыня. Гордыня. Юрец, какой у тебя грех из 7 смертных грехов? А какие вообще есть? Гневливость. Гневливость? Подождите, а какие вообще есть грехи? Я соглашусь, мой грех можно скажу, Васич? Блудливость. Пухоть. Блудливость. Это мой грех. Пухоть. Ой, а мне кажется, что у Макса это страх. А нет такого смертного греха страх. Нет, такого нет. Такого нет. Перечислите смертные грехи, кто знает. Пусть будет страх. Я не все помню смертные грехи. Это зависть. Вообще бне. Зависть, чревоугодие, похоть. Нет, чревоугодие. Не убей. Не укради. Это заповеди. Все, поняла. Да. Зависть. Зависть. Похоть. Похоть. Нет. Ревность. Чревоугодие. Нет, ревности нет. Нет. Лень, как-то называются смертным грехом. Лень. Праздность. Праздность. Ой, праздность это я. Праздновать это точно есть в Библии Я не помню заповедь Это грех Гордыня Уныние, по-моему Или что-то такое А кто автор Семисмертных грехов Я не знаю Ну, может быть, Люцифер Люцифер Ну, а кто? Может быть Может быть, это Винчи Какой-то художник Какой, Катюш? Это я, я художник Ой, нет, еще какой-то Может быть, это Леонардо? Нет, не Леонардо А может быть, это Рубинс? Леонардо Даминчи Микеланджело? Может быть, скорее всего, он был очень божественный Он и художник, тоже искуптор Да, божественный красный В общем, мы что-то зашли в тупик Я без понятия вообще О, это картина Мне кажется, автором Мне кажется, именно эта картина является Открытием Семисмертных грехов Слушайте, ну, похоже на этого На Тима Бёртона? Нет, не на Тима Бёртона Хотя на Тима Бёртона очень похоже Это сюрреализм, мне кажется Нет? И в каком году это? Ну, может быть, Сальвадор Дали? А? Как вы считаете? У него похожая листья картина Лицо войны Оно в этой же стилистике написано Прямо там лицо войны И оно вот прям Такой же жёсткий Мне кажется, что это Я не знаю, кто это Не знаю Может быть Ну, я склоняюсь с Сальвадор Дали Но это точно не Марк Шагал Не Пикассо Не Ван Гог Его Его Фамилия начинается на букву Б Б? Вот это? Мне кажется, да Ты сказала Босх Босх? Да, вот сейчас А есть такой? Босх, да Мне кажется, что это он Ну, хорошо тогда Это грехи, да? Смертные получается? Да Грит Это что? Не знаю Прайд Энви Прайд это гордость Прайд это гордость Энви 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 Грит это жадность А ты откуда знаешь, Катюш? Грит это жадность Руки загребущие Руки загребущие Чревоугодие понятно Вот это похоть ЛВСТ Похоть, наверное А вот это не похоть, разве? Нет Это чревоугодие А это вранье, может? Что вот это? А вот это что? Ну, это не похоже на нас Это точно Это гордость Прайд гордость? Гордыня? Да, вот Так Мне кажется, это все относится к изольдикац Вам не кажется? Это точно Давайте точно переведем Вот это первое, что это? Босс Не знаю, что это Что это? Кремки какие-то Вот жадность Да Это похоть Это чревоугодие Гордыня Зависть Да Вот это зависть Да 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 Зависть Лень А, лень Лень это тоже грех, кстати Да Да Лень и Вот это что? Что, что? Праздность или что это? Нет Что? Какой седьмой Коварство На самом деле так просто Коварство Это Коварство? Харатки Нет, коварство Никто чего похоть Так, ну это Лия Так Как что у него? Я Лень Я вот Начал еще Лень Гордыня Жадность Вот Гордыня И вот Жадность Я бы вообще Никак не Слушайте, интересно А наш Танец засчитался? Слушай, люди обладают Этими Грехами Да? Абсолютно верно Создать человека Справиться с ним За всю жизнь А какой Номера Мне оставят в тупик Но я могу сказать Что я могу посидеть С чем-нибудь Ребенком Сиревод А, чревоугодие Блуд Прелюбодие Сребролюбие Алчность Скорбь Тоска Печаль Гнев Уныние Тщеславие Высокомерие Ну почти мы угадали Наверное два из этих всех Мне кажется Сюда относится Изольди Кац Изольди Кац Ну знаешь Это Черты всех Качество всех Людей Некоторые люди Их не осознают И они сидят В них И они не могут С ними справиться А некоторые люди Справляются И это все осознают И искореняют И становятся Людьми Человеками А это мне кажется Относится к низшим формам Человека Ну подожди У каждого из нас Здесь грех Я уже сто раз Об этом сказал У каждого Ты говоришь Мы определили Только двоих Здесь у кого грех Я говорю Мы угадали Только два греха Перевода Ну я имею ввиду Давай Давай попробуем Определить Каждый грех На себя Допустим По мне понятно Да Я люблю поесть С его угодья Это мое Обжорство Ну Что тут скрывать Я всегда любил поесть И поэтому я выгляжу Так как выгляжу Но я этого не стесняюсь Я даже этого люблю Ваше Все прекрасно Блуд Прелюбодеяние Тоже мы уже определили Как бы Все Грешна Грешна Об этом не будем говорить Алчность Ну я думаю Тут не надо Долго думать Нет У меня высокомерие То есть Ты для себя определил Что у тебя высокомерие Окей Да Мне кажется Алчность Подходит ко всем Погоди 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 А в чем разница Между алчностью И высокомерием Разные вещи Абсолютно Абсолютно Разные вещи А вот Почему Какие Почему разные вещи Высокомерие Это высоко Ты смотришь Вот как ты сейчас Смотришь на нас Высокомерие Считаешь Лучше Алчность Это Все хочет Все деньги себе Забрать Два раза Ясно Да на самом деле В каждом из нас Есть все Вот эти Грехи Вот ты Говорила Что хотела бы Все деньги себе Забрать Разве это не алчность Ну ты тоже Хотела Ну Ну Значит у тебя тоже Алчность И у меня тоже Алчность Мы стыкаем друг к другу У кого что есть Какая разница Да у нас Все Есть Ну подожди Сейчас ты готова Их все себе Забрать Вот сейчас Если ты получишь Наследство Я готова Деньги Да Все наследство Себе Я поделю То есть Ты готова Все себе Забрать А Ксю Говорит Она поделится Да Маген Фокс Ну хорошо Это хороший фильм Юрес А ты какой грех На себя бы взял Я бы взял Блуд Чеславие Тоска Чревоугодие Все Просто Гордыня Гнев Уныние Да в каждом Я бы еще один Смертный грех Добавил Какой Еще бы я добавил Конечно Желание Обладать Всеми марками Автомобилей Я считаю Что это тоже грех Это тоже Алк Да Нет Я это отдельным Грехом записал Это Макс Это Хороший Моральное Чревоугодие Еще Я бы добавил Еще один Грех И душевное Чеславие Душевное Чеславие Материальное Празднолюбие И Творческое Уныние Вот это все Грехи Ну хорошо Да Ты грешен По многому Максон А ты бы на Какой на себя Грех взял Вот из этих Семей Я бы на тоску Надо еще Один Грех Написать Пальцы Нюханье Хорошо В принципе Все Семь Смертных Грехов Мы Закончили Угадывайте Как считаете По моему Тема Ижилась Ижила Себя Фильм Угадайте Ребята Это Мэган Фокс Точно вам скажу Точно говорю Прям Мэган Фокс Я не знаю Я видел фильм Она переоделась В этот момент И пришла Она сейчас В парике В очках А трансформеры А трансформеры 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 Возможно Нет 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 Трансформеры Она супер Секси Вы вспомните Как она переоделась Тут какая-то фигня Происходила Это как Про каких-то Этих Про Шпионов Что-то такое Супер Что-то такое А Человек-паук Что-ли Человек-паук Да Мне кажется Я ребят Не знаю Что это за фильм Какой-то А Черепашки ниндзя Скорее всего Это Возможно Черепашки Карлит Ухар Эприз лунил Эприз лунил Господи Скарлит Ухар Эприз лунил Возможно Да Журналист Черепашки Они просто Пробралась Куда-то Переоделась И А Она Хотела выяснить Осборн Корреспондента Да Корреспондент Да Это черепашки Это черепашки Ниндзя Изольда Мы Правы это Эйприлу Нил, герой журналистка из черепашек ниндзя а это Донателло, а я справа Микеланджело а это Эйприлу Нил, господи, как классные черепашки какая? вот эта, мамочка на саночках да? мы можем петь и танцевать под нее да, можем а вы, кстати, помните, кто черепашек ниндзя придумал? я не помню это придумали два друга два друга придумали черепашек ниндзя не помню, после 80-го года ближе к делу, ребят насколько я помню по программе что у нас? они младше Человека-паука блин, два друга как-то губ-губ-губ какой-то там в общем, они придумали их и расключились не помню точно, кто Юрес, давай, что лучше я пока не знаю Юрес, ну у тебя нужен номер давай, давай, думай думай, как ты раскачиваешь тебя давайте, что мы можем еще сделать? вспоминаю слушай, Васич, давай ты можешь вот еще, помимо стиха, что-нибудь сделать? нет, я же буду вести я же это а ты сам что-нибудь придумай у тебя столько талантов ты проводил мастер-класс ты можешь специально привезти какой-то мастер-класс я тебе столько, я 50 идей могу накидать, что ты можешь сделать накидай, я вижу я хочу, чтобы ты сам что-то сделал, чтобы от тебя это пошло, братан что непонятного, братан? если ты можешь накидать 50 идей, я не знаю я в тупике, помоги в этом прикол семьи, Васич, мне помогают подожди, а ты не хочешь, вот я сейчас хочу тебе сказать, помочь попробуй нам спеть без гитары свою песню про маму а может вдруг мы найдем гитару сейчас несколько вот куплетик там, репет, ну скажи нам ребят, я найду что-нибудь сказать, я поздравлю с днем матери всех пусть Вася читает стиль большой да не, не поздравлю, надо номер что значит поздравлю? ну как номер? было написано номер? концерт мы делаем я не могу ничего делать без гитары, без музыки а если будет гитара? будет гитара, я спою я про маму спою песню если не будет гитары не будет гитары, значит я ничего не буду делать нам нужно всем что-то делать ну давайте все стихи читать, напишем стих один большой, прочитаем его что мы можем сделать без нихера? шутить про маму, я не люблю про маму шутить что-то рассказать про маму, поздравить, помочь ну да я не знаю что сделать, реально, я в тупике вот вася-ваши есть идеи, что он не накидывает-то? смотрите, а ты написала танец Макса, да? да да, а можно потихоньку? Макс, ну-ка, репетируй, как ты можешь? возьмем твою эту помаду, всякую штуку, сделаем клоунаду типа скоморохи? о, ты же можешь жонглировать давай жонглируй ну что еще? да, ну чуть-чуть пожонглируешь ну и все что, а ты можешь жонглировать и при этом что-нибудь скороговорки говорить? да могу ну вот, а что? давайте и что, это будет поздравление? подожди, подожди, подожди я подведу, я подведу это смотри, и еще очень хочется вот твоего вот этого вот этого танца на день матери? танца? да, на день матери придумай что-нибудь такое чтобы ты показался клёво и сделать что-нибудь для команды братан у тебя есть идеи ты накидывай мне идеи есть у тебя дай мне нет почему я-то тебе должен давать ты нам должен давать да никто никому ничего не должен алло это зеленый слоник какой кардика зеленый слоник конечно я просто так поздравлю мам ничего не буду делать все просто поздравлю мамы все будет гитара колонки я просто скажу выйду скажу дорогие мамы я поговорю с ними посмеюсь что-нибудь расскажу там проведу свой легкий какой-то разговор но прикинь мы сейчас тоже ничего не будем делать юрис ну ёшкин кошки ну это же не нормально хочешь напиши мне стих я ну что значит напиши мне стих братан он так не делается мы мы все что-то вносим сюда понимаешь сегодня ладно все-все не буду с тобой спорить окей я я поздравлю матерей я больше не знаю что сделать все мы сегодня были на выезде как бы мы не ожидали ничего был форс-мажор и я делал то что ну по большому счету мы были вы сделал то что сделали вообще вася вася честно честно я сейчас тоже начну говорить там требовать давать мог бы тоже отдать больше или еще что-нибудь я же этого не делаю как девка я не люблю эти разговоры заводить блин да что так а давайте знаете ребята как сообщение сегодня давайте поговорим о сегодняшнем дне вообще что вам понравилось что не понравилось давайте поговорим о севастом поезде так так ничего сегодня что понравилось что нет блин ну сегодня было сложно мне вообще было сложно сложно потому что мы первый раз были рассчитывали на одно получилось вообще другое смотрите у нас не было с собой ничего то есть было непонятно кто у нас были только футболки нас мир мир не было шариков и флайеров и вообще не раз и зельда к основу не прислал мне флай ну мы выкрутились как могли конечно но нет мы зашли как бы просто еще нет вы знаете мы случайно зашли в этот ресторанчик если бы изначально например кто-то бы с ним договорился но пришел и сказал что можно мы можем делать там любые задания которые бы нам дадут потому что например два парня хотели чтобы кто-то встал на стол но так как мы же ничего не обговорили тем не менее мы зашли нам повезло что там была очень круто администратор Марина женщина просто она нам разрешила она начала нас снимать на телефон поддерживать раздала катей кто-то говорит со сцены мы пошли туда на сцену нам дали 20 минут мы разговаривали с людьми читали стихи вот люди конечно сначала не поняли вообще да татьяну днем рождения еще раз просто у нас не было микрофона микрофона конечно не хватало не хватало микрофона гитары что-нибудь такое сцена был пульт мы спросили микрофон у людей если бы был микрофон и песни ребята это что за фильм я не знаю какого-то афроамериканца вы знаете что это за актер вы знаете что это я просто думал помните в матрице игра играл помните в матрице играл морфеуса актер это он это он только очень молодой а что за фильм что возможно это апокалипсис сегодня возможно я вообще не знаю какого фильма я тоже фильмы не смотрела может быть это майор пейн это апокалипсис сегодня в общем зато с другой стороны было очень круто потому что мы пообщались людьми люди больше количество там некоторые были люди которые дела решались серьезные дяди были а в основном люди улыбались давали задания мы там выполняли задание одно одно за другим и дети давали задание читали мы стихи и пели и в принципе ушли и признавалась любимого дому человеку потом я дал задание спеть queen это что апокалипсис сегодня вот и угадала угадали хорош за это бы нет ну да просто у нас мне кажется как там но так как мы были первый раз мы были немного в шоке шокированы всем происходящим не знаю у меня было прям какое-то опустошение после так ладно сегодня ладно это был пробный у нас ну да не будем ладно давайте ряду готовимся завтрашнему дню все таки наверное нам надо определиться с местным куда мы поедем еще раз хочу напомнить уважаемые смотрители все кто нас смотрят если вы желаете чтобы мы к вам приехали с какой-нибудь концертной программой да у нас сейчас какие-то сложности небольшие нет музыки нет гитары но мы сможем все равно вам составить незабываемую атмосферу дружескую приятную и вы нас запомните приглашайте нас к себе ставите за их нашу стать мы будем очень рады я поговорю с каждым человеком который там есть мы можем разговориться на любые темы и обсудить какое-то какие-то важные на самом деле о юрса узнали какие-то поклонницы а да меня сегодня узнали какие-то девчонки две да вообще я офигел сам если честно я просто шел серьезно да наверное позже там будет запущено это видео как обычно и вы сможете посмотреть его вместе с нами максима дедушку как дедушка сказал это наверное тихий омут был нет я смеялась когда мы подошли к дмитрию который давал рэп батл вам сделать он походит но это понятно игрок танков игру как вы это поняли по нему что написано у него футболка вот мы батлились там и сделали все круто и сделка на самом деле хотим еще круче сделать вот сегодня мы поняли что мы хотим с людьми общаться и люди хотят с нами общаться они все интересовались и много чего отличного говорили о нас а администратор елена марина она похвалила нас она пожала ей руку я спросил ли он номер телефона есть ли муж вообще-то очень здорово сейчас смотрит может быть она снова завтра хочет увидеть в своем замечательном уютном ресторане как правильно называется ресторан я забыла гулияне 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 очень я думаю что это было нет ресторан очень классное уютное место мичуринский проспект 27 если вы хотите нас снова встретить если вы нас вдруг сейчас смотрите мы обязательно к вам приедем с большим удовольствием я могу лично приехать один вообще без своих братьев и сестер на самом деле марина хочу сказать у вас действительно прекрасное заведение у вас очень добрая уютная атмосфера приятный лаунж звук в кафе это в кафе извиняюсь в ресторане и мне очень понравилось что у вас есть сцена это одна из таких хороших качеств ресторана вот и мне понравились реально все 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 кто там находился потому что ну все были такие на легке никто там не был напряжен и вот это самое главное когда ресторанчик он ценится именно уютной атмосферы у вас как раз так и было мичуринский проспект ресторан гулияне мичуринский проспект 27 приходите торговый центр тиара там очень хорошо а круто если бы нам сейчас пометал бы задание дабы какого-нибудь вообще хотелось бы туда и какое-нибудь нормальное задание они такое как те двое придумали залезть на стол не одно тоже неплохое задание это тупое ну смотри а если ты завязан на стол на стол сразу обратили бы внимание а мы ну я имею ввиду ты же там не собирались танцевать они еще сказали что пятихатку хотели заплатить представляешь там же не надо было танцевать просто залезть на стол ты бунтарка ты не формалка ты как бы залезла бы и сделала бы просто а чо видели и слезла бы нам было дороже отношения с мариной и с этим рестораном потому что мы решили этого не делать в принципе где-нибудь в парке на улице может как-то было бы наверное потому что марина может нас еще пригласить и мы сможем там на самом деле уважаемые смотрители мы можем выполнять даже самые нереальные провокационные задания все зависимости к все зависит конечно от цены вопроса но это же мы выполняли задание антона панченко так что мы его выполнили мы выполнили уже два задания панченко антона мне кажется уже намного больше почему мы сегодня еще и танец выполнили танец не его а кто прислал танец то мы прислали итак поехали бешеный бык я не знаю кто это вообще присылает турист я не знаю такого мистер бин это какой-то человек может быть это держатель какого-то фитнес-клуба это не мой тренер это точно это чувак у нас появился на плазме и мы не можем понять но у него такие смотрите трусишки помогите все понравились его белые трусы но что-то определенное а может быть это муж нашей бабушки это муж нашей бабушки мне кажется иван иваныч у говорится на петра не похожа на культуриния будет мало для культурист а кто приходит побежит я не понимаю ты хочешь пройти или нет макс скажи словами он может быть помнит сказал марта не расснимался фильме бешеный бык может быть к сталлоне нет это не стал он точно стал я не знаю кто это за мужчина в плавках какой-то итальяшка но он позирует как бодибилдер но да тоже какой-то бодибилдер слушал бодибилдеров нет вот такой мне кажется позиции когда они поднимают но это же старая фотка может старом бодибилдинге было все посмотри бокс был смешной помните вот такой он был нет на самом деле для бодибилдера он какой-то слишком худенький а вот снизу чтоб бить мы не знаем кто это может это какой-то актер мы не знаем кто это может быть это актер которого все знают но я знаю только сталлоне я знаю может подойти поближе может быть это джеки чан кто это слушайте вблизи я не знаю кто это это кто колыр какой-то это известный актер это актер годов тридцатых скорее всего немого кино потому что либо годов пятидесятых сороковых чарли чаплин чарли чаплин чарли чаплин я не знаю кто это господи боже мой боже я хочу посмотреть на его лицо так на лицо ну что я могу сказать ой кач прости если посмотреть на его лицо это я не знаю кто давайте думать бесконечно давайте слушайте ну это если это актер может быть это старый до 50-х годов алендалон нет алендалон блондин же был насколько я помню светлый по моему это мухаммед али может это клинт и ствуд не мухаммед али клинт и ствуд сильвестр стволом нет нет не стал он и лео может того нет конечно молодость не даже мог руки борьбов нет я кто это я даже не как никогда в жизни его не я даже в сочи его не было по любому ну чарли чаплин это не может быть он ростом он как бы потому что чарли чаплин потом снимал в фильме да нет нет чарли чаплин на самом деле красавчик ну а кто там в терминаторе был как его это не шварценеггер это не шварценеггер серёга скорей в аду подожди я предполагаю ну с волосами может быть как Брюс и Виллис пока не полосел вот он вот этот вот да Брюс и Виллис как бы и русский может артист он он явно не русский не Сергей же безруков это Сергей безруков это не Дима Билан не Перкоров похож на Дима Билана кстати ну Сергей безруков вообще играет всех кто есть на этой земле может быть это вообще не Кирург какой-нибудь Шаляпин Шаляпин ну не Шаляпин именно ну это с двадцатых годов фотография вообще может это фильмы Феллини какие-нибудь может это режиссёр режиссёр нет это не режиссёр Фредерико Феллини Бастер Китон Гаррет Ллойд Арбакал Роску Чарли Чаплин это аноним кто-то там танцующий под дождём что происходит ещё не знаю что делать Милана вам помочь мне кажется сейчас что-то произойдёт так она даёт подсказку она даёт подсказку это смотрите это Мышкин нет не Мышкин Мышкин если она под столом и это подстольников может это свечников свеча сверху стулья она даёт подсказку Максомри это 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 танцующий под столом под дождём танцующий человек дождём нет спрятанная она спряталась а свечка свечка в руках свечка в руках это я не знаю кто это да да господи что за вообще я не понимаю подсказки какие-то непонятные Огонь Вечность Прометей он сыграл Кащея возможно Прометей ну это в Горце снимался который Бессмертный Дункан Маклаут помнишь ли? Дункан Маклаут это герой Бессмертный воин ну актёр кто его играл может быть это какой Шон Комнери это как ты думаешь ты угадал? я думаю да Шон Комнери а да Молодец Василий Ничего себе это агент какой-то и что он с пистолетом Васич ты просто гений я бы естественно никогда бы не догадалась а почему Милана сидит а столом кто кто думал что будет подарок что это я не вижу никаких подарков Милана а почему он под столом а что с Миланой Милана сейчас придут какие-то злые духи что происходит я считаю что должно вам пригодиться на завтрашном мероприятии написала Изольда Кат наверно что-то в печи да Оооооо гитара вы представляете что мне пришло погоди я же угадал вы вообще не представляете что вась васич на тебе гитара дарю игра и учись слушай давай песню какую-нибудь давайте теперь полностью будет готова концертная программа теперь мы можем все мне кажется кто-то ее еще настроил охренительно просто милана вы уже уходит о боже подачки мои господи 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 они начинаются у меня эти самые знаете когда у мужика бывает чего-нибудь понимаете мурашки о мой бог господи спасибо большое зольда катс я взял бы вас в жены не будь бы вы такой и солны и странной женщины которая пытается забрать наши все бабки так давайте юр твою песню про маму который ты хотел давай давай я уже записала тебя программу давай щас я песню эту отдельно вспомню да мне просто я хочу немножечко давай свою чем споем вы же не слышали или видели помните видео мою песню какую хотите вам построить дом давай давай завтра можем тоже успеете спать давайте можем ее спеть давайте пойдемте сюда в кружок слушай можем еще ты гранитный камушек знаешь давай папку припоминаю немножко слова играть пела у меня пальцы отвыкли даже капец охренеть просто боже мой боже 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 мой не пришла гитара сегодня этот день я запомню надолго мы сегодня были в торговом центре в эпицентре какого-то апокалипсиса люди посмотрели на нас они не узнали вообще никого сейчас мы творили какую-то хорошую весть читать просто одно слово одно слово сказать одно нет вообще мимо вообще просто похеру да я не прошу многого вы поймите я я не прошу многого я спрошу просто ну ну одно слово сказать в освосочий спасибо что угадал нет он изольду благодарит не изольга спасибо конечно базар нет но просто он так ее хотел да вы все хотели нам всем нужна была всем всем но просто одно одно слово сказать просто вася вас есть спасибо что ты угадал по dressman сказал я не знал там это и вот щас он там сидит с гитарой с гитары играет радуются все Я вообще не обижаюсь, но это, если честно, он вместо того, чтобы сказать спасибо, Вась Васич, он говорит, о, Вась Васич, бери, ты же умеешь на гитаре, типа это, ну что за хрень вообще, почему он такой эгоист? Нет, он хороший человек, он талантливый, все, я ничего не скажу. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Любое ее слово заставляет меня плыть на ту сторону, мне не все равно, так что я брею бороду. Бая Делюга решается добрым добром, побазарь с пацаном, если не лох ты, вся ваша пыль окажется под ковром. Этим жестоким, но потрясным миром правят бабы, бабки и вежливый тон. По жизни немало знаю, ее никто не понимает, все вынуждены жить по законам мироздания, кто его знает? Никто, поэтому я лучше возведу свой дом. Я никогда не буду в этом мире равнодушным, обещаю быть послушным и богатым и везучим. На всякий случай останусь немного мстительным, быть сообразительным, найти капитала-носителя. Я люблю тебя, Сибирь, Макс, Ква-Сити, привет, ты Питер, воспитали пацана, чтобы был убедительным. Посади дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Оказаться в нем. Спасибо, Катя. Оказаться в нем. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Посади дерева, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Охренеть, просто! Вася! Спасибо тебе за эту отгаданную штуку! Я не получил эту гитару, ты понимаешь вообще? Вот что такое семья, блин, а? Да вот... Вот ты сегодня меня спас, блин, а я тебя спасать буду всегда теперь, понимаешь? Если у тебя будут проблемы какие-то, не дай бог, конечно, но... Давайте еще петь, давайте еще петь, пожалуйста! Нет, просто знал, что ты хотел эту гитару. Я сам не знал, что она там будет. Я думал, там гитара, я думал, тушенка, но гитара это... Да это капец, просто! Давайте гимн, давайте наш гимн! О, господи, мы же можем гимн спеть! У нас есть гимн, и сейчас мы будем его петь. Вот так, подожди. Я помню их. Давай. Уважаемые смотрители, сейчас под гитару вам сыграет наш гимн... Говори, Катя! ...наш гимн, который он сам на какой-то день... О, господи, у меня ручка! По-моему, на седьмой день, что вы лишь нашему знакомству, когда мы все ругались, тут происходили... Где ручка от двери? И он в этот момент сочинил этот гимн. Сейчас под гитару он вам исполнит впервые в жизни... Нету ручки от двери! У нас ручка на двери сломалась в мужскую комнату, я не могу попасть за словами. Что ж? Блин, ручка от двери сломалась, что делать? Как мне попасть туда? Это что произ... Изоль да кац! Что вы творите? Вы думаете, мы сдадимся? Вы думаете, мы сдадимся? Блин! Капец! Что за хрень? Ручки нету! Ну а ты поверни, так... Как, ну? Хрена там... Хрена там... Блин, как открыть эту дверь? Вася, выламывать надо! Да подожди! Я не могу, мне слова нужны! Да подожди ты, не ломай! Блин! Стой, стой! Давай, Лилечка, давай я сделаю. Нет, маленькая. Сейчас, Лия. Нужна тонкая, тонкая, тонкая штука. Вот, стойте. Так. А может быть в эту сторону? Нет. Смотри, дай, что ли. Теперь смотри. Они очень стильные. У нас есть фор-код. Не, мы это. Это называется Инстаграм, Ютуб, Фейсбук и ВКонтакте. Милана, посмотрите, какие у нас есть листовочки. Это наше шоу. Вам нравится? Да. Вот, Милана, смотри. Что ты думаешь? Мне очень нравится, красиво. А что именно? Вот эти глаза, да? Да. Как будто они наблюдают за тобой везде. Смотри, Васильевич, я показываю. А ты куда? Что случилось? Там, это, ручка от этого. Я знаю, как сделать, Юрец. Я точно знаю. Смотри, супер, супер способ. Охрененный просто. Можно я на минутку? Это очень нужно. Мы потом сделаем. Ну, пожалуйста, Милан, прости. Да не было. Вот. Теперь. А еще будет загадка. Оно будет крутиться. Оно проворачивается. А может, ткань туда засунуть? Дайте, дайте. Какой-то человек загадка. Да? Хочется... Хочется отгадать, кто вы. Вот если бы... Вот смотрите, когда мы завтра пойдем... Милан, вы слушаете меня? Я слушаю вас. Я просто хочу присесть рядом с вами. Давайте, присаживайтесь уже скорее. Когда завтра мы пойдем на наш флешмоб, мы будем раздавать вот эти вот листовочки. И говорить всем, чтобы они вот заходили и играли нами. А что вы думаете? Завтра нам нужно придумать флешмоб ко дню матери. Как вы думаете, что там нужно? А у вас есть дети, Милана? Нет. Нет? Ну а как... Что бы вы хотели, если бы у вас были дети, как бы вас поздравили? Спели бы песню? Можно... Как вы думаете? Что самое главное? Внимание. Внимание? Как и вас конкретно поздравят. Мне кажется, это не самое важное. Главное, чтобы это было искренне. Это правильно. Ну да. Чтобы было все, да, искренне. Смотрите, тут написано. Шоу способно изменить твое сознание. Импровизация. 24 на 7 юмор, мистика, приключения, реалити. 24 на 7? Что это такое? 24 на 7, это получается, у нас снимают камеры 24 на 7. 24 часа, 7 дней в неделю. Да. Вот так. Даже сегодня вот сейчас мы сидим и все на нас смотрят. Это да. Круто, да? Такого нет. А еще можно нами управлять. Ну, то есть, вы заходите на сайт? Я почувствовала на себе это. А, да, вам же давали задание. Милан, что вы почувствовали, когда вам дали задание? Ле, Ле, пожалуйста. Ле. Так. Сейчас я попробую. Тихо, тихо, тихо. Ручка, тихо. Как бумагу, в туалет. Возь, взять туалетной бумагой. Подожди, 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 сейчас. Секунда, секунду, вот. Открывает сайт. Да. Туалетная бумага. Просто Вайс-Вася сделал с ней чудо. Охренеть. Только, пожалуйста, не надо, как бы, никому говорить что надо. Оставьте ручку вот здесь. Надо же сделать, мужики, подкрутить ручку. Сделай. Так, погнали. Погнали. Погнали, ребята. Получилось? Урасики. Мы искали гимн нашей песни. У нас есть гимн даже, представляете? Гимн нашего это. А, Милан, тебе тоже надо бы здесь остаться. Тут про тебя тоже есть кое-что. Да. Так, я думаю... У нас семейная вечеринка. Вот, первые сейчас послушайте, как это звучит. Давай. Поставишь бумагу? Я оказался в этом доме, сам не знаю как. По парку под луною в ночь гулять не надо, факт. Но в этом доме неспроста и не один. А, Вась-Васич вечно вычет. Шарманку осади. Тут бегает Дарт Вейдер, Шрек и Человек-паук. Парняга явно чем-то разгоняет свой досуг. И я не про наркотики и не про алкоголь. Он Дэнди Сумаил Купей или он Шарль де Голь. Шаманы разных поколений в ней одно. Свечи, обряды, речи Тара, тут расклад простой. Она все видит наперед, она по щам дает. И рядом с ней фактически никто не грет. А, а что касается блондиночки с ее душой. Ей нужно очень много бабок за ее спиной. Ей нужен господин король, ей нужен Джон Сноу. Ведь в буре рождена она, ей нужен ее флоу. Последняя особа голубых кровей. В меру дурна, у нас спортивная красота бровей. Такой ты не подкатишь, гоп, если полон кулёк. Тут тысяча карат и не спасет твой кошелек. Неизвестно, куда приведут эти пути. Но мы здесь собрались, у нас у всех один мотив. Добраться до вершины и построить свой дворец. И, кстати, доброго времени суток звать Юрец. Мы оказались в доме у нее. Она хранительница храпа твоего. Она ключи подарит от любых дверей. Беги в ее объятия, беги скорей. Мы оказались в доме у нее. Она хранительница храпа твоего. Она ключи подарит от любых дверей. Беги в ее объятия, беги скорей. Беги в ее объятия, беги скорей. Мы оказались в доме у нее. Она хранительница храпа твоего. Она ключи подарит от любых дверей. Беги в ее объятия, беги скорей. Вот это да, вот это да, боже ты мой. Боже мой, боже мой. А почему нам задания больше не приходят? Как вы думаете? Так, ребят, смотрите, если у нас теперь есть гитара, значит у нас концерт будет прямо шикарный. Значит так, Юрец, песню про маму ты споешь? Так, спою, да, надо вспомнить лишь эти слова, потому что было это пять лет назад, ребят, но я это вспомню. Да завтра вспомнишь, да? Думаю, да. Значит смотри, значит у Юрца есть песня про маму. Мама Лия Катя песня, это будет? Мы подумаем. Это под вопросом, да? Стих Васича будет, песня Юрца будет. Макс, вот какой танец будет танцевать? Значит танец Макса подбит будет, танец Макса будет. То есть танец для мам, да? Прямо придумай там что-нибудь, какие-нибудь движения про мам. Прямо выбери. Нет, конечно, но... Вот. Смотрите, общий танец мы сделаем наш, который вот мы сделали. Давайте его еще раз повторим. Да, давайте. Общий танец есть. Общий танец, общий танец я пишу есть. Значит, что у нас точно есть? Стих, танец Макса, песня Юрца про маму и общий танец. Раз, два, три, четыре. Плюс, плюс гимн этот мы будем исполнять. Давайте исполним. Значит, плюс гимн. Если из Ольда Кац пришлут нам флайры, есть смысл исполнять гимн. Раз, два, три, четыре. Юр, как мне говоришь, что ты играешь песню «Гранитный камушек». Давайте попробуем, может быть, я тоже спою. Ты сейчас хочешь спеть ее? Давай. А почему не спеть ее тоже на концерте? Ветер снова ждет тебя другой. А как он к мамам связан? Как? На концерте взять прям все на жну справа, просто хорошие песни с тобой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Хорошо, пишу «Гранитный камушек». Ну, нам все чисто утили. Давай, спросим у людей. Пусть он ходит. О, смотрите. Парк Горького. Не, а... Ты не верь ему обманчивым словам. Где будет концерт? Боробьевы-Горы или парк Горького? Уважаемые господа, помогите, пожалуйста, нам определиться, где у нас будут Боробьевы-Горы или парк Горького. Где вы хотите нас видеть? Короче, я безумно... Прости меня, пожалуйста. Хорошо. Я безумно хочу, чтобы это был парк Горького. Хоть меня там и вырубили, я помню, было дело, но я бы с радостью еще раз бы туда пошел. И я призываю вас проголосовать за парк Горького. Потому что там молодежно, там больше народу. Мы больше людей поздравим, больше мам поздравим с праздником, сделаем их счастливыми. Их детей тоже поздравим, сделаем их счастливыми, потому что у них такие прекрасные мамы. Все, я говорю. Я хочу Воробьевы-Горы. Пожалуйста, проголосуйте про Воробьевы-Горы. Проводить наш концерт ко Дню Матери. Потому что вы живете все в разных местах Москвы. Да в парке Горького, например. Воробьевы-Горы! Куда и голосуйте! Как удобнее будет для вас. Мы приедем туда, куда удобно будет вам. Голосуйте! Пожалуйста, рассудите нас, помогите. Я думаю, что это будет Воробьевы-Горы. Зайдите на сайт и проголосуйте срочно за Воробьевы-Горы. Воробьевы-Горы это класс! Воробьевы-Горьково! Я за парк Горького! Ребят, родители, цивотачивые. Адидас, Найк, рэп, джаз, попса, нормальная музыка. Sony PlayStation Xbox. Парк Горького! Парк Горького, пожалуйста! Голосуйте срочно! Нет! Воробьевы-Горы! Воробьевы-Горы хочу! Парк Горького! Я не хочу в парк Горького! Я хочу Воробьевы-Кор! Нет, 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 нет. Воробьевы-Горы! Почему Воробьевы-Горы? Так, давайте... Я как раз этим и занимаюсь. Давайте вы еще чуть-чуть проголосуете. Я сейчас быстренько составлю список и... Короче, у нас есть список. Давайте покажем наш Танец, он смешной. Завтра будет он проводить эту штуку. Давайте Танец нам репетирует. После сегодняшнего опыта мы поняли, что нахрен нам надо реально делать, готовить. И чтобы это дело качественно. Потому что люди нас реально полюбили. Но нам не хватало сегодня вот чего-то вот этого. Организованности. Мы, во-первых, не ожидали такого. Потому что людей было много. Но мы очень хотели это сделать. И мы сделали как могли. И это было круто. Мы хотя бы людей призвали, они узнали, что это такое. Давайте смешной танец прорепетируем. Он смешной. Он всем поднимет настроение. Давайте. Да, давайте еще раз. Какой танец? Да, наш общий танец. Лягуша, ты будешь петь «Ах, мамочка на саночках». Ты ее всю знаешь и делаешь красиво? Да. Значит, пять. «Ах, мамочка на саночках». Ах, суме будет танцевать. Да, я буду танцевать везде. «Ах, мамочка на саночках». «Ах, мамочка на саночках». Она веселая, у нас там настроение. Ну, в чем дело, я не снимаю. «Устно, без него, без него, без него, без него». Общий танец 6 пишу. Общий танец. Общий танец. И гимн, наш гимн 7. Наш гимн пишу. Все, давайте танец делаем. Смотрите, концертная программа на завтра такая, ребята. Сразу говорю, чтобы все слышали и понимали. Значит, смотрите, сейчас распределяю по номерам. Первый номер – это стих от меня для мам. Так. Для мам стих. Хорошо. Да-да. Ну, потому что это задание было. Хорошо. Ну, и мне еще будет. Второй – это «Гранитный камушек». Ваша песня, чтобы разбавить, чтобы это… Ну, раз вы решили, гранитный камушек будет. Это по вторым номерам. Третьим, чтобы было смешно, это будет «Танец Макса». Хорошо. Я подведу, сделаем «Танец Макса» под твой битбокс, да? Хорошо. Значит, четвертое – это «Песня Мама» от Юрца. Пятое – это «Ах, мамочка на саночках» с танцем Ксю. Шестое – это наш смешной общий танец нашим этим. Вася, Вася, это же как бы талантливо, мне кажется. Как чем смешно. Да, это лучше сделать талантливым, чем смешной. Я согласен. Сделай, сделай. Это не смешно танец свой, а талантливый. Да, Вася, Вася. Все смешно тебе не нравится. Ну, если Юрец нам подыграет песню, мы с ней тоже споем чего-нибудь. Да, согласен. И седьмой – это наш гимн. Да. Все? Да, шикарно. Укроведена программа? Прекрасно. Да, но последовательность, возможно, будет корректироваться. Изольда Кат, огромное спасибо за гитару. Просто последовательность. Погналите танец, погналите танец. Это я сохраняю себе. Сейчас танец сделаем. Нет, вот мы, а что он сделан же? Ребята, а что? Итак, уважаемые смотрители, сейчас вы увидите наш прекрасный юморной танец, который мы придумали буквально сегодня. Это было одно из заданий. И теперь этот танец будет для нас не визитной кафе, но что-то, что мы сделали вместе. И голосуйте за Воробьевы горы! После этого танец вы поймете, что этот танец нужен только в парке Горького. Работаем. Никаких Воробьевых гор. Так, поехали. Все, встали в красивый порт. Разошлись по разным этим, да. Так, подождите, подождите. Давай, считай. Три, два, один. Не, 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 правильно, просто раз, делай три, два, один, и ты начнешь. Давай, давай. Три, два, один, поехали. Три, два, один, и ты начнешь. 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 раз, раз, раз КОНЕЦ 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 на мировой баттл идти во францию это было классно вот так вот этот стиль для воробьевых гор поэтому голосуйте за воробьевы горы ее нельзя сегодня слышать ее впечатлила москва она начинает что-то несуразное никаких вор воробьевых парк культуры он на ли п.г. 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 воробьевы горы это было хорошо я хочу чтобы были воробьевы горы воробьевы горы итак шоу программа утверждена сейчас нужно чтобы все проголосовали за нашу локацию где мы будем я считаю что это воробьевы горы потому что воробьевы горы это стиль это круто это самая достопримечательность москвы там есть рядом мгу там есть лакшери место там вообще все круто понимаете воробьевы горы это центр москвы ты права там на горького круче всего уважаемые смотрители голосуйте пожалуйста я хочу воробьевы горы воробьевы горы воробьевы горы воробьевы горы там очень много любят да там воробьевы горах есть специальные дорожки для велосипедистов смотри воробьевы горы воробьевы горы воробьевы горы то есть парк горького окей ёшки уважаемые смотрители пожалуйста голосуйте за парк горького это самое прекрасная великолепная самая сногсшибательное место что есть вообще во всей страны россии да также там очень многолюдно и мы зажжем по полной программе голосуйте за парк горького йоу если вы хотите увидеть это вживую а приходите в парк горького и вот вам танец такой да это ваш выбор потому что без этого вы понимаете когда есть выбор жизнь становится легче всю я согласен с тобой потому что ну а другого не может быть а представляешь ты говоришь там лапшире увидят они нас в этих футболках и все и скажут я думаю вам это тоже пригодится спасибо господи спасибо 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 за этот слава богу спасибо что это за хрень расстроился Вот что мы получили Колонка Подождите, а что мы к ней подключим? Это просто реально клево БЛЯТЬ СУКА Алло, гараж, выражение выбираем? Только с ватами Так, а вот это что она дает, колонка? Я вот тут не понимаю, как она это исключается У нас же нет телефона Блин, но эта колонка хорошая Как она нам поможет? Она музыку нам даст Каким-то образом, но сюда надо подключить что-то Это мы подключим, для чего она нам нужна? Она нам нужна для танца к Максу На таких номерах она нам пригодится Для того, чтобы призвать сначала всех Она может играть для фона сначала у нас Чтобы помогала нам Для настроения А можно придумать Помнишь, ты говорил, текст под бит Текст под бит Можно я сделаю, как эта хрень называется? Битбокс? Не-не-не-не-не-не Когда ты просто Фристайл? Да, фристайл Будет играть какой-нибудь бит А я просто буду сочинять что-нибудь про мам Это помимо стиха еще плюс Можешь это сделать Единственное, что нам надо Это какой-то гаджет сюда Телефон Это возьмем там у людей Точно! Так много людей Нам никто не откажет Конечно! Тем более мы будем с камерой в прямом эфире Каждый захочет быть в прямом эфире Никто не откажет, ребят С удовольствием вас поддержат Слушайте, жизнь налаживается Жизнь налаживается все Да, вот я таки буду Да, выхожу такой И иду, короче Да, и начинаю Такой бам-бам-бам Это делается все в ритм Да И все будут, конечно, тоже Я думаю, повторять будет движение Это будет суперски лайтово Да И мы все сделаем Проведем По-братски Хожу и поезда встречаю Баба Как там дальше? Не знаю В полночной тишине Когда ты снилась мне Надо слова, да Слова и минусы Эту песню я бы спела хорошо Слушайте, а когда уже решится Как в какой мы парт пойдем На Воробьевы горы Или в Парк Горького? Я думаю, сейчас как раз идет голосование Мне кажется, что мы в Парк Горького Поедем в 12.30 Может быть, решим Ребят, пусть ребята завтра Вот до 12 часов, как вы говорите Голосуют Голосуйте за ПГ Парк Горького Город Москл Сити You know, bitch Голосуй за Парк Горького Па-па-пау И мои поклонники Все мои поклонники Которые хотят меня завтра увидеть Пожалуйста, голосуйте за Парк Горького И мы там с вами обязательно встретимся Да Воробьевы горы Воробьевы горы Отлично Ну, все поклонники Пусть голосуют За Воробьевы горы А мы за Парк Горького И мы завтра должны быть Самые заводные И самые веселые Ребят, нам еще нужны эти флайеры Да, вот эти всякие Черные Раздавать линтовки заодно будем В футболках можно завтра это стоять Да, 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 да Мы будем завтра в футболках Да Если кто-то не знает, как нас узнать То мы будем в таких Да, мы опять будем в футболках Да, очень круто Быть мы сегодня Были в таких футболках На максимальном уровне Это еще только начало Да Впереди нас ждет Самое грандиозное событие Всего Нашей планеты Это будет супер И будет Опять же Надо подумать Только каменное сердце не валит Еще раз Мой слова тебе красиво говорит Только каменное сердце не болит Модуляция Пусть он ходит за тобою попитом Пусть он ходит за тобою попитом Пусть он ходит за тобою попитом Не, не так, не так Ты не верь Его обманчивым словом Что-то там Как-как Макс, это что такое? Слова тебе красиво говорит Посмотрите, что Макс делает У него Я понимаю Макс Это сначала пока без модуляции Макс, это что у тебя такое? Пусть он ходит за... Да твою... Пусть он ходит за... Не March что случилось где ручка звери на хрена я снова закрыл итак у нас идет вот что происходит в нашем доме Вась Васьевич пытается открыть дверь мужской комнаты а я хочу чтобы вы голосовали за Воробьевы горы потому что Воробьевы горы это класс и приходите туда завтра мы будем раздавать вам прикольные слоера будем веселиться петь Макс будет плясать песни не пожалеет не прости я я помню тебя я видел всегда не 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 если рождаясь ты видишь ее ту которая тебя прижмет и будет с тобой всю жизнь да что ж такое то а да блин что я стих придумать не могу что ли про маму так спокойно 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 сейчас 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 мы желаем счастья вам и оно должно быть таким как счастлив ты да мы желаем счастье мы с счастьем поделись другим так ну в итоге может наконец спеть эту песню да мы желаем счастья а может вот эту на час мы поприехали на час давайте бременские музыканты начнем с бременских музыкантов да все вместе слушай можно Я за, чтобы было дело общее. Мне пофиг, чьи идеи. А почему тебе она не нравится? Это самое первое. На часть потом мы расходим, всегда объявляешься на нашу концертную программу. Вы не нравились? Мы начинаем построить дом сначала вообще просто. Слушайте, а почему? Почему не нравится песня? Мы хотим начать с песни «Бременские музыканты». Вот это вот наша веселая. Которую нам прислали. Мы сегодня тоже хотели. Мы сегодня тоже хотели. Ну и что? Ну блин, ладно. Это мое чисто мнение. Мне кажется, понимаете? Ну как вам объяснить? Это парк Горького. Это уже поколение, которое... Поколение, которое уже, знаете... Это будут Воробьевы горы. Это не смотрят ни «Бременских музыкантов». Нет, и так как мы это споем, это будет «Что там за детский концерт?» Да нахрен это надо? Я боюсь этой песни испугнуть. Нет, она хорошая. Она всегда. Но может быть, если ее петь, может быть мы ее как-то изменим. Может быть там... Под биттос? Нет, под гитару. Вот с этими вокализмами или еще что-то. Ну просто... А как она начинается? Это у нас дешевит. Ты хочешь сказать? Это у нас дешевит. Правильно, Васильевич? Ну да, понимаете? Ну как бы... Это, знаете, оно может вообще спугнуть. Они скажут, что это за детский утренник? Мы сегодня точно поняли, что «Бременские музыканты» ну да... Заход в уху. Мне не заходят. Асич прав. Может, астрет и рэпом так. Конкуренция! Я стих писал. Хорошо. Как она начинается, песня? Какая? «Бременские музыканты». Мы... Да, подождим. Нет, подождим. А где песня-то у нас? Бумажка. Дайте бумажку. Там же есть. Нет, есть, она на столе лежит где-то там. Что же, переписывала. Весь мир у нас в руках. Весь мир у нас в руках. О, подождите, там что-то опять спичи. Урасики, урасики. Ты уверена? Нет. Ты чего? Я так это давно уже. Ну, походи, скорее. Именно так из «Альда Кац» выглядит мое выражение лица. «Разбили в похоть про проклятый конкурент». Поехали! Весь мир у нас в руках Мы звезды континента Разбили в пух и прях Проклятых конкурентов Мы к вам заехали на час Привет, бонжор, хеллоу А может вообще мы предложим другую музыку? Не любите нас Слова оставим, а музыку другую сделаем Не бременских музыкантов, потому что текст хороший Не понял Что? Мы сейчас поем под бременские музыканты Мы поем сейчас песню бременские музыканты Да, а мы можем оставить текст, а просто музыку изменить Мы это и делаем Я думала, что вы оставляете бременских музыкантов Я не понимаю, что ты говоришь сейчас Я говорю, что нужно убрать бременских музыкантов Убрать текст? Просто продолжай делать то, что ты делаешь Мы делаем кавер Она говорит то, что мы делаем А, хорошо, я не поняла. Давай, сначала. Это ку-ку. Хорошая. Весь мир у нас в руках! Ух ты! Смотрите, это же я! Как это мы сегодня? Слушайте! Это круто! Класс! Слушайте! Ребята, да. Смотри, смотри! Видишь? А это Макс, это там. Слушайте, ну сегодня был жесткий опыт у нас на самом деле, блин. Жесткий опыт. Мы сегодня поняли, что нужна организация, поэтому Вась Вась взял в свои руки все. Четко выставил нам организацию, напишет стих, и мы будем петь и танцевать, и все будет круто. Слушай, а сегодня было круто, ребята! Пойдем соберем народ, порассказываем, скажем, что в течение 20 минут там будет жесть наша происходить. Пусть они подтягиваются все. Я уже иду попробую. Итак, мы сейчас идем по какому-то, 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 какому-то. Это у нас уникальное шоу «Новые игры реальность». Вы можете нам дать задание, а мы будем выполнять любое, прямо здесь, прямо сейчас. Какое задание? Я могу помочь вам пакет донести портельку? Сделать для вас уроки. Какую песню? Любую. Какую? Любую. А любви? Давайте о любви. Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так раненым в сердце тобой буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме я и не хочу. За дикую радость, что даже с ней не представляю, чем расплачусь. Спасибо. Игры реальности. Правда, у нас шоу. Подписывайтесь там, ищите. Да, участвуйте. Давайте нам задание, мы же будем выполнять. Игры реальности. Если бы... А что это такое? Ну? Если бы они полностью чёрные были, прикинь, как клёвые. Ой, 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 ой. Тише, тише, тише. Подождите, подождите. Это будет жаришка. Игры и реальности. Как стильные, кстати. Присоединяйтесь, управляйтесь, наблюдайте. Блин, прикольно. Классно. Завтра. О, Лия. Сейчас на второй этаж. Будет очень весело. Да, будем вас ждать. Вы должны управлять нами, людьми. Не, не, я не хочу. Боже, кто вы такие? Вы у тебя в руке, Гранта. Приходите, берите с собой знакомых. Берите с собой кого угодно. Приходите, мы вас будем ждать. Здрасте. Это у нас уникальное шоу. Новые игры в реалии. Вы можете наоборот задание, а мы будем выполнять. Любое. Прямо здесь. Прямо здесь. Какое задание? Я могу вам помачивать. Блин, хорошо, чтобы зритель проголосовал за пару горьков завтра. Реально. Да. Какое? А любви? Давайте. Я лягу по ноге к тебе. Это вообще нормально такой шоу. Классно. А, вообще клево. Раненый. Это первое наше задание, реально, которое мы смогли исполнить. Была она была. Вот это да, прикольно. О, классно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да-да-да. Круто. Слушайте, это футболки реально нормальные. Да, футболки хорошо смотрятся. Ну, как будто с какого-то места, реально. Нет, футболки хорошо. Вы правда хорошо. Пописывайтесь там, ищите. О, я хочу тебе что-то украшение купить. Смотрите, обувь. Супер. Хочется приодеться. Ну, это, я так понимаю, была короткая версия. Да. А полную версию наши смотрители смогут увидеть, когда? Правильно. Завтра в 12. Завтра в 12. Там много. Ладно, пока. Спасибо за гитару. Это бомба просто. Погасики. Спасибо за то, что вы нас смотрите. Спасибо за то, что вы с нами. Она как женщина по нему. Спасибо за то, что вы с нами.